Необычный подарок ко дню рождения Прокопия Евтысова преподнес жителям региона подросток из Ленобласти. 14-летний школьник из поселка Мга Василий Алексеев снял анимационный фильм о ненецком писателе и поэте. Презентация мультфильма с одноименным названием автобиографического произведения Прокопия Евтысова «Зов морожковой земли» состоялась сегодня в блоге Ирины Коткиной «Чумотека». Подробности в материале Ирины Нижаловой. О необычном увлечении школьника из поселка Мга Ленинградской области творчеством ненецкого классика Прокопия Евтысова читателя впервые знакомит на страницах своего блога «Чумотека» Ирина Коткина. Вот отрывок из воспоминаний мамы юного аниматора Натальи Алексеевой. Наша чудесная история началась с того, что местный врач-хирург Эмиль Соломонович Гольдин, выйдя на пенсию, решил переехать жить к дочери в Прибалтику. Продал квартиру, а мебель и личную библиотеку раздавал всем желающим. Для сына Васи я выбрала книжку Прокопия Евтысова «Зов морожковой земли» и не ошиблась. Ему понравились и стихи, и сказки, и даже иллюстрации. Вася стал настоящим пропагандистом творчества нашего любимого поэта. Он выступал с презентациями перед одноклассниками. Он вместе с друзьями из анимационной студии «Улитка» создал мультфильм по мотивам сказки Евтысова. Мультфильм называется «Олень и рога». Этот мультик чудесным образом принес Васю и его маму в Нарьинмар. Вместе с мамой Натальей Алексеевой Васю пригласили в окружную столицу для участия в торжествах по случаю 85-летия Прокопия Евтысова. Как говорит Ирина Коткина, здесь и произошла развиртуализация их общения. То впечатление, которое произвел на них Нарьинмар, Заполярье, вылилось в очередную работу Василия. Для меня это было в каком-то мере неожиданностью. Мы очень активно общаемся с Натальей и с Василием. Они очень много спрашивали, конкретизировали какие-то вопросы, связанные с творчеством Евтысова, с нашими, например, с ансамблем «Хаяр», с какими-то моментами в биографии Евтысова. Но я не ожидала, что это будет цельный мультфильм, посвященный биографии поэта. Сценарий Василию помогла написать мама, а друзья из анимационной студии «Улитка» воплотить идею в реальность. В Чумотеке презентацию фильма решили устроить точно в день рождения поэта, 11 июля. А однажды Прокопий Евтысый узнал, что не всем оленеводам, приезжающим в Нарьинмар, хватает мест в гостинице, и они вынуждены ночевать на улице. И он добился открытия для них большого и комфортного дома-колхозника. При этом Прокопий Андреевич никогда не изменил своей профессии и всю жизнь проработал с детьми. С мультфильмом «Зов морожковой земли» юного аниматора пригласили на кинофестиваль «Зеркало будущего-2018». Он пройдет этой осенью в Крыму. Кроме того, работа удостоена специального приза жюри на кинофестивале «Киноостров» в Санкт-Петербурге и отобрана для участия во всероссийском кинофоруме «Бумеранг». Мы очень часто пытаемся рассказать о какой-то теме очень серьезно. Мы исследуем творчество, мы пишем научные работы, мы докладываем буквально друг перед другом о каких-то там достижениях на наших конференциях. Часто так бывает, что и зрителей-то мало. А здесь это ресурс открыт для всех, открыт для просмотра любому пользователю вне зависимости от географии его проживания. И вот это интернет-творчество, такое, знаете, совместное какое-то. Получается, что мы ту же руку приложили к тому, чтобы этот мультфильм появился в свет. Поэтому он нам еще более дорог. Такие таланты, как Василий Алексеев, еще раз доказывают миру. Его творчество не имеет ни границ, ни возраста. Подробнее о юном аниматоре Василии Алексееве вы можете прочитать на страницах Чумотеки. Здесь же представлена полная версия мультфильма «Зов морожковой земли». Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.